Дадон пытается разрушить один из немногих бастионов, без которого в кармане он не может заниматься, он не может заниматься, он не может полноценно захватить власть в стране и через него продвигать те интересы, которые ему нужны, неважно они экономические, политические или политические. Продолжение следует... Далее, в Узнаде уже, в Узнаде, СМЕУ, ССЖУ, Totalмин в Узнаде, ЦНАУ, МинистералуFL Интерней, НУ пости инфлюанса прокуратура, Кондущера Прокуратуреи Генерале, Кари, зла спироам, ищите ваудачи матов где-то, ваще в момента стремлята цепотерности, и не обладает имплакария Луи Додон. Куртия Конституционал это не только бастион. Куртия Конституционал это сегодня одна из маленьких сперантов в република Молдова, когда в републике Молдова есть власти и Куртия Конституционал не обладает мостыр и пофтыр и конкретно здесь мы говорим о президенте Игорь Додон. Мы говорим о том, что больше в републике Айчиняулы были имплаканы в организации и в републике и в републике в адресе в републике Куртия Конституционал Айчиняулы Айчиняулы Куртия Конституционал Айчиняулы Куртия Конституционал Куртия Конституционал Куртия Конституционал Айчиняулы Куртия Конституционал Куртия Конституционал Куртия Конституционал Айчиняулы Куртия Конституционал Куртия Конституционал Куртия Конституционал Вы ответите по закону товарищ Монзарай вместе с теми сотрудниками Чиня и поверьте что наступит день режим Дадона падет в прошлом году в это время вы даже не мечтали что что-то летом произойдет и Плохотнюк уедет из страны сегодня многие руководители отказываются занимать ту или иную должность в МВД понимая что скоро будут протесты что за Дадона никто не будет биться и Дадон уже уедет он в Ростов Мангальщиком или Кенуковичу или мы его сделаем первым молдавским космонавтом и отправим в космос с топливом в один конец тем более для Дадона не нужна дорогая ракета ему можно будет сделать космическую ракету из мотоцикла Ява то есть для него я даже думаю что это будет много слишком просторно поэтому вы все ответите по закону и наступит день который некоторые из тех которые участвовали в этом беспределе пойдут давать показания и что вы тогда скажете товарищ Флочев Чиня руководитель тоже мне великий Гуменюк замдиректора СИБА и вот такой же Монзарари его начальник Ион Мамолига который просто типа и дел АСИС и который типа потом скажет не про дела все вы сядете за эти дела уголовное дело про которое я говорил касаемо одного судей конституционного суда это дело они прячут в МВД значит дело было возбуждено очень много лет назад по заявлению одной студентки одного из университетов это дело закрыли сейчас этим делом трясут вот если ты там нас не послушаешь вот это мы сейчас возобновим я вам возобновлю так что вы у меня будете всю жизнь ходить возобновленными и еще раз говорю вам товарищи оборотни в погонах не спасут вас никакие потом политические крыши коммерческие или на которые вы рассчитываетесь Монзарарь у меня я собираю на тебя материалы про твои взятки про вовлечение твоих подчиненных в торговлю наркотиками и так далее я скоро выйду так что ты у меня сядешь причем сядешь по закону не из-за того что я так хочу и все эти материалы будут переданы генеральному прокуратуре и кое-что что вы спрятали когда-то в прокуратуре антикоррупции генеральной это я уверен что новое руководство прокуратуры среагирует по-другому это мы все поднимем Павел Луи Додон Додон хочет избавиться от четырех судей Конституционного суда он в истерике и вчера и сегодня повторяю сегодня он говорил « поднимет в саду и в саду и и в и в в и в в и в Цуркана в должности председателя, и поэтому Дадон понимает, что допустил ошибку, план у него следующий. Как я говорил в понедельник в программе Натальи Мораль, в программе «Политика». Значит, что Цуркан зарегистрировал свое заявление в понедельник утром. Об этом мы говорили в понедельник вечером, эти уже поняли, что информация известна. И во вторник утром это появилось во всех СМИ. Цуркан написал это заявление, понимая, что Конституционный суд отклонит его. Потому что товарищ Дадон договорился в Курте-Адиапелке-Шинел. А мы, мол, стимас жудикатурило Курте-Адиапелке-Шинел. Я помню, как вы мне давали аресты и мне, и моим коллегам, и другим общественным и политическим деятелям. Я прекрасно помню, как вы нас снимали в 2014 году с выборов парламентских, где вы сидели с грустными лицами, один там бурсук сидел, вот так сидел, спал, пока в это время наши адвокаты там просто объясняли, что это сфабриковано, это незаконно. И вот эти газеты с теплером по столе, который помню вся страна, вы, значит, этими газетами, хотелось сказать, что вы будете делать, но промолчу. Значит, поэтому не вздумайте идти на поводу Дадуна. Что значит, Конституционный суд отклонит, а под Курте-Адиапелл вода, Курте-Адиапелл, 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 и Цуркана вот так Дадун хочет вернуть председателям Конституционного суда. В парламенте до конца мая они хотят убрать, через парламент, подчеркиваю, значит, судью Конституционного суда Домника Маноль, значит, придумав байку про то, что якобы были какие-то допущены технические нарушения в правительстве Майя Сандру, когда выдвигались судьями, значит, господин Рожка и госпожа Шова, значит, они и эти хотят убрать. Мало того, Дадун с барского плеча решил отдать одного будущего судью демократам. О, ну вообще бы демократ, ну типа партнер. Эй, алло, Игорь Николаевич, я бы позвонил сейчас, но боюсь, что оглохнешь. Значит, со всей ответственностью заявляю, как гражданин нашей страны, как человек, которому не безразлично, что происходило, что происходит и что будет происходить в Молдове, что Дадун, любое твое вмешательство и любая попытка реализации этого грязного плана повлечет за собой не только протесты, а повлечет за собой полную твою изоляцию из политической арены. А уже улетишь ты в космос или улетишь к Януковичу-монгальщикам, это решат уже граждане страны. Астас, тот, что это тени День Република Молдова, но и требую сэни у ним, ну куантязы, Молдовень, Руш, Гагауш, Булгария, Украинень, но и требую астас фим, то с униц, что мы пермитим луй додон с, ай был унстат, антрек, анбузнар, а жаку мафакута Петимпур Владимир Плахотнюк.